Новая точка притяжения высшего уровня, так назвали свое детище у строителей современного арт-пространства «Амбар». На праздник открытия ночного клуба, который совпал с Днем Защитника Отечества, собрались десятки мужчин и дам, знающих толк в развлечениях и русской водке. Именно ее беленькую уже на входе предлагали попробовать каждому гостю. А еще можно было узнать много чего интересного из истории спиртных напитков. Не было спиртометров, и полугар являлся стандартом доброты. В отсутствие спиртометров доброту замеряли вот таким прибором. Это уменьшенная копия отжигательницы времен Петра Первого. Наливали тестируемый образец дистиллята, зернового дистиллята. Подогревали до кипения и поджигали. Когда плаве погаснет, замеряли оставшийся объем. Среди гостей были замечены и известные люди. Музыкант Андрей Олексин, актер, телеведущий Владимир Долинский. Потрясающий оазис. Вот сюда вырываешься, как какую-то сказку. То, что мы увидели здесь, я понимал, что будет хорошо, я слышал какие-то слова, но что это будет настолько комфортно, настолько... Знаете, есть такое слово «вкусно». Вот здесь все вкусно, начиная от того, как ты въезжаешь сюда и видишь эти очаровательные дома, эти строения. Они с таким вкусом сделаны все. Так все стильно. Очень впечатлен коллекцией, в которой здесь собрано именно крепкие спиртные напитки, потому что у меня сама большая коллекция, и я немножко в этом понимаю. Коллекция, о которой рассказывает Андрей Олексин, это музей в стенах амбара, вместивший тысячу и одну бутылку царского напитка. Самая возрастная – водка «Молотов» 1943 года. Всем гостям было предложено поучаствовать в конкурсах на знания экспонатов музея. Победители ждали призы. Призы, собственные экспонаты, которые не вместились в музей. Книга, которую написал ваш покорный слуга Лукьянов Сергей Николаевич. Я три книги написал в своей жизни. Я сегодня их буду разыгрывать. Пледы от компании «Монализа». Авторский подарок именной от Лепса с его автографом. Двухэтажное здание – точная копия дома-музея Москвы. На втором этаже приглушенный свет и соответствующая музыка создают чарующую атмосферу. Именно здесь, на сцене, состоялось торжественное открытие ночного клуба и награждение победителей конкурса. Схрани вечно с автографом Лепса. С автографом Лепса. Вечер продолжился выступлениями артистов. Вместе с Юлией Береттой вспомнили песни группы «Стрелки». Два года подряд парк «Орловский» признается лучшим в России загородным парком-отелем. Теперь же в нем появилась еще одна изюминка в виде ночного клуба «Амбар». Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.